и здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас на очереди очередной обзорчик вот такой вот замочек моя самоделочка к этому замку идет две армии армия хозяев замка и армия противников замка которые мы сегодня с вами все подробненько рассмотрим замочек этот абсолютно модульный и скорее всего это будет первая моя такая большая самоделка которую я выставлю на продажу так как изначально этот замок я делал для того чтобы снимать мультфильмы и всякую анимацию но так сложились обстоятельства что он скорее всего в ближайшие годы у меня не получится этим всем заниматься и чтобы он не пылился я решил продать так что если кого-то интересует пишите желательно чтобы это были люди из украины потому что как бы страны ближнего зарубежья и дальнего я еще никогда ничего не придавал чтобы не было никаких проблем ну сами понимаете замок модульный по принципу он сделан как и леговские старые замки ну система такая но тут вот толщина стен вы видите вот это вот у меня палец это толщина стен так вот и там в стенах есть кое-где и казармы всякие интересные ходы есть вот в этой самой большой части замка целый великий там чертог на первом этаже там всякие другие основные комнаты на втором и третьем этажах куча дверей куча всяких лестниц коридоров то есть потайные ходы есть даже много всего интересного есть и этот замок была потрачена кругленькая сумма будет он тоже скажем так не слишком дешево продаваться если это кого-то интересует и давайте прямо сейчас приступим к обзору к осмотру чтобы вы понимали что это такое с чем его едят да безусловно тут можно еще кое-что достроить там какой-то интерьер больше проработать но я так что успел то сделала так если кто-то захочет приобрести захочет что-то переделать ради бога ваше право так что все начинаем наш обзор поехать в этом замке не слишком много конницы но зато много парней которые готовы сидя на стенах оборонять замок от непрошенных гостей я говорю сейчас про лучников и давайте сейчас подробненько рассмотрим каждого из этих персонажей значит вот это вот у нас такой парнишка есть с таким вот топорком потом идет это сын короля он не будет конечно если будет реальное сражение сайт первых рядах но я его поставил так потому что он маленький чтобы вы его видели вот он в таких золотых доспехах с таким особым луком такой тоже не ущит такой щит есть только у короля и вот такие вот еще черрики его охранник и вот такой вот еще один копейносец копиметчик далее у нас идут тут ученики вот шесть вот таких вот лучничков вот они чисто братья-близнецы вот идет три пары с такими луками потом идет шесть арбалетчиков вот арбалетчиков вот они арбалетчик я всех показать не буду потому что вы видите так и вот тут вот у нас находятся такие персонажи всякие капитаны со всякими мечами оружиями вот и вот тут есть еще один такой капитан капитан всех лучников и вот мы перешли с вами к обзорчику конец и начнем пожалуй с вот этой части вот у нас первый такой чувачок идет он что с этой стороны в одинаковых доспехах что с противоположной стороны тоже вот такой вот одинаковые это самые такие нубовские челики самые такие ну простоватые потом идут дальше уже такие парни посолиднее вот с двух сторон таки с топориками те были с копьями вот эти вот с копьями а вот эти вот два с топориками далее идут с оружием таким особым смесь копий и топорика вот как вы видите и уже тоже в таких особых позолоченных таких доспехах более тяжелых и идет главный это флагоносец правая рука короля и сам король вот он идет такой красавчик золотым мечом тоже не считаете у всех щиты с такой тетучей мышью а у этого короля щит такой сальвом как и у его сына особый щит все-таки король как-никак ну и вот такие вот персонажи являются хозяевами и обороняют замок от незваных гостей а вот хватит ли их мощи чтобы отбить атаку незваных гостей которых мы с вами будем сейчас же рассматривать это покажет случай что же посмотрели владельцев замка и сейчас давайте посмотрим противников замка вот так вот выглядит такая армия противничков все такие красавцы в первых рядах конечно мы видим более таких персонажев казуальных это в первую очередь наемники какие-нибудь но не самые настоящие рыцари может только те кто хотят с отрицарями там помощники всякие вот таким вот образом на поле боя не хотят заработать уважение и и возможно когда-нибудь не действительно примут на себя на это время быть рыцарем защищать свою страну территорию и людей которые на этой территории живут вот первые четыре персонажа которые находятся по центру это мы видим у них в руках такое большое бревно с ручками предназначен для того чтобы таранить ворот вот такое вот бревнышко ему так вот можно брать их таранить в рота также мы видим тут по краям есть две одинаковых колесницы которые предназначены для того чтобы на поле боя когда идет месиво там конец с одной стороны конец а с другой и пехота тут же все замес вот парень какой-нибудь вот этот возьмем его предположим берет везет ее или не один она еще кого-то взять и тут же можно кого-то насадить на пику случайно кто будет лететь навстречу грубо говоря это вот как противотанковые ежи на поле боя были так вот тут вот такие вот колесницы небольшие которые тоже мешают вести бой мы видим что у всех вот этих персонажей есть какое-то оружие у этих тоже есть мечи которые держат вот эти персонажи или луки кому как как они там договорятся то есть вы видите что сейчас у этих четырех человек вот и у этого тоже у них по два вида оружия все из-за того что вот эти вот человечки держали бревно так что на всех оружия хватает ну и давайте посмотрим на конницу тут 15 всадников каждого есть по коню есть кони в тяжелой броне есть в легкой и вот в первом ряду мы видим находится король вот он такой у него лошади тяжелые доспехи по золотом или золотом такой вот у него меч есть корона такая тоже тяжелая шлем корона вот его рядышком сидит знаменосец тоже рыцарь такой один из главных рыцарей тоже у него у коня тяжелая броня и вот четыре есть еще знаменосца первом ряду которые едут тоже у них и неплохие доспехи у этого например такой хороший острый меч у этого копьё и большой такой тяжелый щит и в тяжелый щит также у человека который расположен с противоположной стороны вот он и копье у него тоже и вот тут вот тоже этого чувачка такой щит из next a nice взятый и копье с рюшечкой но и далее у нас идут еще люди тут уже идет конница и расположены попроще такие всадники по краям тут с двух сторон два всадников такой в более-менее легкой броне но тяжелыми щитами и вот такими длинными копьями с топориком я не помню как это называется если кто знает напишите в комментариях как называется данный вид оружия и вот у этих персонажей тоже по такому топорику и копью смеси у них есть вот такие доспехи еще вот такой вот персонаж то ли пират то ли рыцарь но решил примкнуть рыцарям тоже у него есть и щит легенький такой и вот большой вот такой вот меч но сзади у нас остаются такие интересные персонажи это два арбалетчика вот один и второй такой же и два вот таких вот уже опасных рыцаря такой интересной броне с щитами на которых изображена баранья голова такие вот у них черные булавы ужасающие такие шлема и тяжелые довольно таки доспехи но такая армия профессиональных подготовленных военных рыцарей давайте переходить непосредственно к обзору самого замочка для начала предлагаю измерить его габариты вот у меня есть вот такая вот рулеточка и сейчас мы это все сделаем по фасаду у нас длина 46 сантиметров высота 23 с боковой части одной у нас толщина 36 высота 17 с тыльной стороны у нас 43 у нас ширина и высота 30 с лишним с хвостиком с этой стороны тоже самое у нас ширина 36 высота 17 сам замок он модульный состоит из основных четырех модулей это четыре основные стены передняя боковые вот увидите вот тут вот шов с этой стороны и задняя большая самая толстенькая стена сейчас я его разберу на четыре стены и вот сейчас я предлагаю измерить свою высоту от этой самой главной части замка так как она идет чуть чуть выше благодаря флагу и башен чем та часть которую мы измерили с той стороны сейчас у нас получается 32 с половиной ну что ж начнем обозревать каждую из стен замка ну что же начнем передней стены замочка сразу хочу обратить внимание на ее толщину вот это вот вся стена в ней располагается казармы сейчас вы видите вот тут такое вот туда с той стороны точно такой же вход туда казарма рассчитана на 10 человек с двух сторон и там есть с каждой стороны по двухъярусной кровати сейчас я сниму крышу у казармы и мы с вами туда заглянем вот вы видите тут две двухъярусной кровати вот там вот еще желтенькая одна одноярусная есть бочечка туда можно сложить оружие стол чтобы сложить свои какие-то личные вещи там еще есть вот такое место куда тоже можно сложить свои личные вещи конечно не разгуляешься в такой казарме но в принципе переночевать отдохнуть после службы можно с другой стороны находится такая же точно казарма снимается на точно также оп и вы видите тоже там 5 кроватей столик бочечка и там вот отделение куда можно сложить свои вещи сзади сзади все это выглядит вот так вот вы видите что есть лестницы для того чтобы силы могли передислоцироваться если нужно и вы сейчас видите что вот ворота изнутри заперты на такой засов такой дубовый тут стоит два стражника тут на стене стоят с каждой стороны по 4 рыцаря из них трое лучников и один арбалетчик также тут можно переходить с одной части стены над воротами вот так вот в другую часть стены ну и с этой стороны сейчас закрыта ворота их можно открыть но не сейчас так как сейчас видите все рыцари сполошились и стоят на стенах в ожидании противника но я думаю с этой фасадной частью стены более-менее вы имеете какое-то представление давайте с вами двигаться к боковым нашим стенам и на очереди у нас левофланговая боковая стена вы видите что тут имеется опять же толщина стены такая вот толстенькая и вы видите что имеется вот такие вот пины которыми крепится стена к другим стенам а с этой стороны у нас отверстия куда крепятся пины с главной части стен самой толстенькой где находится замок непосредственно и вот с этой стороны стена вылетит довольно простенько мы видим на этой части стены двух солдат это арбалетчик который сидит на небольшой башне и вот такой вот пехотинец который готов отразить атаку в случае того если кто-то полезет на стену либо же он может закидывать камни метательные орудия я думаю вы представляете как работать метательные орудия но сейчас я это продемонстрирую и камушек улетел орудия крутится на 360 градусов если убрать этого солдатика на башне у нас располагается тоже небольшое такое метательное оружие вот оно и там же также есть лестница которая ведет на второй этаж также вот тут имеются патроны которые можно запихивать в это метательное оружие и ими тоже вот так вот брать и выстрелив крыша на башне снимается и мы можем подробнее разглядеть и что там творится на первом этаже но для того чтобы это разглядеть мы должны еще снять одну часть крыш вот так вот легко у нас снимается эта часть и мы с вами видим что тут вот располагается коридорчик в этом коридоре можно устроить небольшой склад каких-то припасов либо же оружие то есть есть место еще для вашей фантазии если кто-то захочет приобрести данный плод и если присмотреться по этому коридору мы можем попасть в самую большую часть нашего замка вот по этому коридору вышли и дошли вот тут вот будет вход в большую часть замка также тут есть лестница которая ведет на второй этаж и с этой стороны еще есть двери которые открываются и ведут вот в эту башню я думаю что с этой частью замка все понятно и можно переходить к обзору следующей стены на очереди у нас право фланговая стена и мы тоже видим что расположен вот такой вот коридорчик который ведет прямиком в главный зал тут имеются ворота тоже вот такие вот и кстати по этому коридору можно попасть в казарму крепления и тут внимание есть потайная стена вот она по ее существование знают немногие поэтому она все еще называется потайна также вы видите тут примитивную такую стену и с этой стороны расположены ступеньки которые ведут ко второму этажу а вот тут вот вход в главный зал замка который мы с вами позже посмотрим также тут тоже сверху есть вот такое отметательное орудие лестница есть и на второй этаж эта башня также легко снимается как это раз и два и мы с вами видим тоже такой же коридорчик в котором тоже есть отсек где можно что-либо хранить также вот тут вот есть катапульта у нас такая и которая также стреляет я думаю что с этой частью стены тоже все понятно и давайте с вами перейдем к обзору самой большой и самой интересной части замка эта часть замка у нас тоже модульные давайте пока я ее не разобрал мы с вами посмотрим подробнее со всех сторон как что выглядит вы видите что он фасад замка сверху украшен двумя такими небольшими башенками имеется такая вылепленная голова льва окошки вот такие вот резные какие-то всякие архитектурные излишества тут тоже имеется всякие выпуклости угловатости флаги с двух сторон симметрично и на первом этаже около ворот стоит стражник вот он с копьем и щитом ворота главные закрыты потому что все в предвкушении осады вы видите что много окон с этой части замка чтобы обеспечивать свет во все самые отдаленные уголки сбоку мы видим вход на первом этаже слева флановой стены и там расположен великий чертов или же зал где обычно король принимает своих гостей там устраиваются всякие пиры вот с этой стороны мы видим большой стол и сиденья к нему зелененькие также со всех сторон имеются огни но это мы с вами подробнее рассмотрим тут имеется тоже на втором этаже вот такая комнатка которая ждет пока нее кто-то заселится и и доделает то есть если кто-то будет покупать этот замок все таки решится то вы можете тут пофантазировав добавить что-то свое с противоположной стороны расположены вот такие вот двери на втором этаже тоже в комнатку где вы можете сами пофантазировать и добавить что-нибудь вот такой вот вход в зал где король принимает свои гостей обычно сзади в принципе вам все понятно тут тоже имеется часть кемут рыцарю так вот ходить и в случае чего он отторжать удары противник вот тут по бокам имеются флагштоки для флагов тут тоже сзади имеется окошко для того чтобы можно было вести наблюдения и тут тоже ну вы видите мне тут описывать особо нечего как я уже и сказал эта часть замка модульная поэтому я сейчас ее разберу на модуле вот получается тыльная сторона замка состоит из четырех модулей и сейчас мы с вами каждый из них подробно рассмотрим как я уже и говорил на первом этаже расположен великий чертог или самый большой зал куда все кости которые прибывают должны обязательно прибыть вот тут вот трон видите много позолота или золото где сидит правитель и принимает гостей с правой и с левой стороны от трона располагаются такие большие столы стол каждый рассчитан на семь человек и там можно пировать хоть до утра вот такая вот часть и если вам захочется что-то бои свое пожалуйста фантазии предела нет и я буду только рад сверху на эту часть у нас одевается две боковые вот такие вот части левый фланг и правый фланг и с левого фланга у нас вы видите такую просторную комнатку и справа во фланга тоже видите просторную комнатку но и следующим у нас идет прямо вот такая вот часть замка идет сразу два этажа хватит еще подробнее рассмотрим немножко эта часть и тут это же не снимаются друг с друга не совсем модульная но вы видите что есть вот этот вот люк который ведет прямо на первый этаж и в случае чего кто-либо может спуститься туда также вы видите что там расположена лестница которая ведет на третий этаж со второго но для того чтобы туда попасть нужно сначала открыть на третьем этаже люк вот теперь люк открыт и можно туда попасть вот с этой стороны может немножко виднее и вот тут вот на третьем этаже на крыше тоже есть люк с помощью которого можно проникнуть вниз так что такая система люков очень удобно видно и вы видите вот там мои пальцы это низ прямо на первый этаж можно было бы увидеть если сейчас поставить это все ну а такая система сзади хочу еще обратить внимание на вот такую трефленую часть специально сделано как вы видите тут используются детали серые различных оттенков есть детали которые специальные я придавал вот такой вот цвет интересный чтобы подчеркнуть старину замка все-таки как-никак историческое какое-то здание строю я думаю что с этой частью тоже вопросов нет если какие-то вопросы пишите в комментариях я отвечаю на все комментарии эту часть замка мы тоже ставим на эту часть и у нас получается вот такой вот готовый самый толстенький кусочек нашего замка только что и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я надеюсь, что вам понравилось это видео Если да, то просьба распространить его по своим социальным сетям Кому действительно понравилось Пожалуйста, жду ваших комментариев Лайки, дизлайки Кто не подписан на канал, пожалуйста, подписывайтесь, если есть желание Ну и совсем скоро мы с вами вновь увидимся До скорых встреч, пока!